макс и каплодин друзья всем привет настало время вертушки альберт ты нам в этом поможешь к ней лет привет ну что ж сегодня у нас удар с разворота ноги существует два типа вертушек и вертушка классическая и вертушка не классическая значит покажу объясню то есть она одна более амплитудно вторая более узкая значит первая вертуха который все привыкли вид по классике это когда нога летит вот таким вот образом бум то есть у нее большой именно оборот она зрелищная красивая вторая вертушка это когда нога выходит вот отсюда во и выходит вот сюда она менее зрелищная менее красиво сейчас мы разберем именно амплитудно первое что мы делаем это подводка как мы ее делаем она очень простая мага вместе так я буду своей так чтобы объяснять было проще людям пуш вот как раз у нас есть и левша и правша одинаково будет смотри первое что вам надо понимать что вертуха это движение ногами это подшаг ножкой в сторону туда потом проворот корпуса посмотрели куда бьем до шаг вперед это первое что надо делать то есть раз два три и опять раз два три когда вы поймаете это движение вы понемножку будете увеличивать уровень ноги теперь мы поднимаем ногу я опять идет раз два три а и так стэп бай стэп теперь есть два типа удар есть вертуха которая бьется вот этой частью есть то который идет пяточкой если мы хотим бить вот так кстати в капуэре так бьют очень часто то тогда нам необходимо с этого же движения то есть подводка ногами тоже раз-два повернулись и вот как нога идет так нога и пошла дальше и в случае если мы бьем пяточкой то мы делаем под шаг тут внимание наклоняем корпус корпус делаем так чтобы тасс смотрел под 45 и вот ножка пошла и потемножку вы просто разбираете это движение раз-два и наоборот раз-два итак первая вертушка то которая была с ровной ногой да то есть вот пришел нога вышла ровно вторая вертушка когда мы вьем пяткой более классическое традиционно мы все и привыкли видеть они исполняются каком формате есть тогда когда вертушка делается именно с вытянутой ногой так как в капуэре мы разбирали немножко тогда вся нога как выложить в старой школе я в принципе тоже любитель когда ножку подбираешь ты делать ты можешь больше контролями все на выглядит примерно вот так такая более уже акцентирована контролируем так можно нарабатывать но когда вы захотите вырубить вам необходимо будет делать движение раз именно туда и обратно вернуться ногу ставить чтобы работать и еще одна очень большая особенность которая есть это движение движение может быть вперед и назад когда люди начинают кидать вертуху они делают одну простую ошибку поставить перчаточку но это было что они делают они делают подводку в это время вес валится сюда эту ногу вес корпуса уходит сюда и когда они бьют они заваливаются назад и получается что вроде бы он и вертуху кину но не попал его назад откидывает во время вертухи если мы атакуем а мы атакуем таким ударом то нам надо идти вперед следовательно центр тяжести вы изначально когда делаю подшаг я уже направляю вперед они назад тогда тот же удар попадают уже в цель так как мы преследуем продолжение этого движения то есть не просто ударили там то мы идем вперед вперед у меня есть возможность двигаться дальше если я корпус откидываю назад то у меня получается вот такая вот штука это очень важно большинство людей научились бить но они понимают как вес распределять их всегда сбрасывать назад поэтому их вертуха всегда остается здесь никогда не попадает миши друзья мы вам сейчас покажем как отрабатывать вертушку в мат у нас будет подобным кроликом я попытаюсь его научить если у меня получится и так еще одно упражнение то есть мы знаем как заходить и как шаги еду да мы знаем как выносить ногу если мы хотим делать толчковый дат щечкой либо пяточкой а теперь еще один нюанс для того чтобы сделать вертушку надо ногу как бы загребть тела то сделать вот такое движение надо вот я щас буду имитирую было понятно вы поднимаете вверх колено а потом делайте вот такое движение то есть раз и загребли вам необходимо создать вот такое движение это первое что она научится делать теперь у нас есть снаряд берем снаряд я правша поэтому все вертухи бью справа то есть соответственно это будет выглядеть вот так мне необходимо здесь удар я буду с места сейчас просто делать движение раз тут уже зависимости от растяжки да там можно здесь начинать но сама задача это поднял бум поднял бум если мы хотим делать второй то мы подняли сделали вот так подняли его попробуй давай начаться да вот еще хорошо вот старайся тасс чтобы остался на месте не вкидывая вот огни одержим вот еще еще попашку с не заваливается уже лучше смотришь на мешок смотришь на ногу обязательно смотрим на ногу куда и пяточка прилетает вот мы смотрим и мы на нее смотрим все время давай шаги сделай не забудь 1 2 хорошо лучше уже и элемент добавь загребать тебя хорошо а теперь попробуй не пяткой а подушечками да это был прямой удар сбоку мне надо сюда давай давай все равно бьешь снизу это другой удар не то надо сбоку но надо загребить и сбоку заболоку еще не спеши этот ближе все только кто тут ты толкаешь ты толкаешь а тебе надо сбоку дать леща для щас для детей лучше уже лучше но сбоку лишь ты все удары наносишь сюда а нам необходимо что сделать оттуда дайомы давай хорошо мы тебя мучать не будем все равно ты бьешь не то я несколько раз побью по мешку что вы понимали как это выглядит вот у меня снаряд так что было видно значит я определяю себе уровень уровень я буду брать свои головы не так комфортно то есть оппонент такой же как я ростом дальше я делаю подводку я смотрю и произношу удар теперь это все дело можно ускорять зависимости от вашей там подготовки физически да очень важно а если вас плохая растяжка не делаете этого резко вы растяните ногу и потом будет очень тяжело ходить ближайшие там три месяца вы не сможете вообще ничего бить вот он и вертушка как она должна выглядеть в принципе скорость стараюсь передать им панчат попробовать и и более контакт примерно такая скорость должна быть передать пока мы тут с максом пытались вам объяснить наш оператор сделал инициативу на себя и теперь пробует отрабатывать хочу сказать довольно таки успешно смотрим как убьет игорь но человек который ничем не занимается под насмотрелся роликов и уже сам начинает работать я чувствую что мы прям не зря это делаем и так друзья сейчас покажу парочку разных вариантов вертушек ну которых я в свое время изучал которые я умею делать правильно итак первая вертушка это такой себе ремарк шоу линия посмотрим что делать здесь находится хороший сильный волки к правой ногой если это локи проходят то мы выбиваем левую но есть один маленький нюанс все это делается в воздухе как это происходит еще раз попробую сделать есть классическая вертуха которая происходит что мы разбираем но есть такая же вертуха но в прыжке тут немножко по-другому надо заход сделать вы греет это примерно вот так есть такой же вариант но уже с обратной стороны так как мы говорили чечки работаем также по принципу под шаг вы получает вот это движение и макс просил показать еще одну вертуху торнадо кик торнадо кик торнадо кик это шаги два три четыре вот вместо ноги подальше тут мало места и идем и в другую сторону логичным способом разводим торнадо кик может быть как боком так и горе сейчас принципе наверное основные из таких нам крутых вертушек это ведь ну что ж мы рассмотрели классические вертухи если вам интересно более детально рассмотреть те варианты которые показал в конце пишите в комментариях выбираете интересующую ваш тему мы будем всегда рады ее расписать для вас альберт спасибо тебе за что я думаю для наших подписчиков будет очень информативно с вами был спортивный канал от интернет-магазина эфирей меня зовут макс приходите заниматься карте свой тем всем пока